Лондон и Брюссель начинают обратный отсчет. На референдуме в июне прошлого года 52% проголосовавших британцев высказались за выход из ЕС. 48% идею не поддержали. В их числе жители Лондона. Говорит Джулия Донован. Я работаю в центре Лондона. Полагаю, здесь у нас очень много людей из разных стран, представляющих разные культуры. Считаю, так и должно оставаться. Поэтому для меня это грустный день. В большинстве своем за Брексит проголосовали пожилые люди. А жить с этим в будущем придется молодому поколению. Думаю, это шаг к катастрофе, резюмирует Кристофер Джек. Газетные заголовки отражают настроение общества по вопросу Брексита. Одни издания кричат о свободе, другие предупреждают о прыжке в никуда. Никола Гипсом трудится в сети. Затронет ли это меня лично? Возможно, нет. Я буду заниматься своими делами. Буду работать, уходить в отпуск. Посмотрим, что произойдет. По-видимому, будет пару трудных переговорных лет. Но в конечном итоге Британия, в частности Лондон, станет крупнейшим финансовым центром из-за своего часового пояса, ресурсов, интеллектуального капитала и инфраструктуры, которые здесь у нас есть, считает Наджел Дентум. Начало процессу положено. Дату развода сложно предсказать. Страна останется членом ЕС до завершения переговоров.